Итак, по-сообществу Таня Владимировна, следующий доклад мой и доклад, он, тема его это особенности терапии самодоходного болевого расстройства. Ну, эта тема, прежде всего, психосоматики привлекает внимание в связи с тем, что это, во-первых, очень страдающие пациенты с болевым хроническим расстройством, во-вторых, это очень трудные пациенты для лечения. И нередко эти пациенты, больше их часть остается в общей медицинской практике. И только часть их, в конце концов, обращается к психотерапевту, к театру-психотерапевту. Поэтому эта проблема очень существенная, важна для терапевтов и специалистов, разных специальностей. Ну, вот здесь, видите, есть определение боли, Всемирная ассоциация по исследованию боли. Ну, действительно, это к тому, что здесь представлено в этом определении, я думаю, что, исходя из современного такого подхода и психосоциального подхода к пониманию болезни, в том числе боли, конечно, важно не только физический компонент, биологический компонент может отражать определение боли, или психологический, но и социальный аспект также, потому что, действительно, эти страдающие пациенты нередко представляют большую проблему. Не только для семьи и для общества в целом. Что касается этих болевых синдромов, хронических болевых синдромов, то, как видите на этом слайде, они довольно широко представлены при разной форме патологии. Начиная с аматофонного расстройства, разнообразных его клинических вариантов, где боли представлены, до отдельно выделяемого хронического аматофонного болевого расстройства. Но и при других вариантах, вы видите здесь клинические варианты и посттравматическое стрессовое расстройство, и соматизированная депрессия, головные боли напряжения, боли спине, ревматические заболевания, болевая диабетическая, полимеропатия, онкологическое заболевание. Широкий спектр заболеваний, где могут присутствовать, сопровождать хронические болевые синдромы. И, конечно, они могут иметь основу, и теологическую основу, и в соматическом, в физическом, в соматическом заболевании, но не только как бы невротический психогенный вариант. Но в любом случае, при каждой этой хронической боли представлены в достаточной степени эмоциональные и личностные включения в эту патологию. Что касается хронического аматофонного болевого расстройства, на котором я остановился, и говорят название доклада «Особенности терапии». Но чтобы лучше понимать вот эти особенности терапии, выстраивать стратегию терапии, конечно, очень важно понимать и особенности клинической картины, и вообще особенности этих пациентов. Так вот, при хроническом аматофонном болевом расстройстве, действительно, ведущей, основной, главной жалобой этих пациентов является тяжелая такая, очень угнетающая боль, которая никак не связана с конкретным каким-то органическим соматическим процессом. И, кроме того, конечно, в части случаев, ну не во всех, но в части случаев можно обнаружить временную связь, вот начало болевого этого синдрома и каких-то выраженных переживаний, стрессов, психотранирующих переживаний. И, кроме того, конечно, вот эта длительность, хроничность, хроническое течение болевого синдрома может разливать вот то, что называют вторичную выгоду от болезни. То есть такой социальный аспект, когда непроизвольно, невольно пациент, уже не замечая, сам этого может использовать, это страдание, свою боль, для решения каких-то важных дневных проблем с помощью именно вот этого болевого поведения, страдающего от боли человека, когда ближайшее и отдаленное окружение как бы реагирует сочувственно и пытается поддержать и помочь этому проценту. А вот эта вторичная выгода, конечно, не только она применительно может для окружающих, но дело в том, что она еще и как механизм особый такой болезненный фиксирует и хронизирует даже течение этого болевого расстройства. И это тоже важная такая особенность этих пациентов. Конечно, требуется всегда дефицальная диагностика. Любому пациенту, даже если очевидно и ясно, при приятной встрече, что это психогенные боли, связанные даже с каким-то ясным, очевидным психотравмирующим, приближает. В любом случае необходимо исследование, чтобы исключить возможное соматическое, органическое основу этого заболевания. Ну и кроме того, конечно, ряд других заболеваний, в том числе, это может быть скрытая депрессия, тоже приближается в основе этого хронического болевого расстройства. Вот соматогенное механизм, соматогено-болевое расстройство, как это психогенное. Но фактически и до сих пор еще имеется нет пересомнений в этом, насколько это полностью психогенное. И поэтому идет речь о выделениях даже двух вариантов этого расстройства. Такого очевидного, стопроцентного психогенного, если можно сказать. А второго, идиопатический вариант, где, может быть, вот эта психогения не очень звучит, не находится на переднем плане. И это очень важная особенность вот этих двух вариантов, потому что по-разному выстраивается и терапия этих пациентов. Ну, что касается психогенного варианта, то характерными особенностями являются диффузный характер болевых ощущений, наличие разных, как бы, локализаций. Это одновременно боли, равных локализаций. Кроме того, интенсивность боли все время колеблется. И связаны они очень тесно с эмоциональным состоянием и какой-то ситуацией стрессовой жизненного этого пациента. И отличается вот эта зависимость этих колебаний от провоцирующих факторов. Кроме того, конечно, характерно для этих пациентов выраженная алекситимия, вот неспособность говорить о каких-то эмоциональных своих проблемах, а скорее постоянно рассказывать, показывать, выражать в жалобах свои ощущения, дискомфортные болевые ощущения. Кроме того, значит, для этого психогенного варианта, конечно, специфическим и характерным является наличие внутриличностных конфликтов, внутриличностных, межличностных конфликтов, которые нередко отражают вот это противоречие личности этого человека, не вполне им осознаваемое и нередко не находящееся в фокусе его внимания. Ну и, кроме того, конечно, для этого пациента характерна низкая самооценка и нередко чувство вины, чувство вины, которое, как бы, нередко, которое может быть связано с каким-то, привязывается к каким-то моментам, обстоятельствам не вполне убедительным и доказательным. А вот второй вариант, идиопатический вариант – это психогенно-болевое расстройство, невротическое расстройство, там несколько другая. Тоже нет вот этого соматической, физической основы, понятное дело. Но болевые ощущения, они имеют более строгий такой локальный характер, например, боли в спине, в южной части спины. Кроме того, боли соответствуют строго очерченной какой-то топографической области. Это устойчивая интенсивность, болевого ощущения, меньшая поддержанность влияния факторов, провоцирующих трассовых даже моментов, меньшая выраженность алекситимии, отсутствие вот этого, важно, внутриличностных противоречий конфликтов, которые являются основой для психогенного, очевидного психогенного варианта этого болевого расстройства. Ну и редко отмечается у пациента вот его эмоциональной сфере чувства вины. Таким образом, как видно, что эти два варианта отличаются, хотя представляют собой один и тот же как бы психогенный вариант вот этого соматофона болевого расстройства. Ну, факторы здесь многочисленные, конечно, кроме характерного и специфического для психогенного варианта внутриличностных противоречий, вполне осознаваемых пациентов. Кроме того, нередко это психотравмы прошлого, когда-то, возможно, и в процессе жизни, не обязательно это детские ходы. Это могут быть разные периоды жизни, в которых были серьезные такие психотравмы, нередко психотравмы, которые были связаны с болевым даже ощущением. Ну, психосоциальность, как правило, это какая-то. И, кто-то что-то исчез, меня осознавает. Вот один дом Дмитриевич, наверное, жалко. Вот. Психосоциальный стресс, то есть определенная жизненная ситуация, непростая, трудная, противоречивая для этого пациента, и которого не решает, главным образом, не ищет, не может найти решение, как бы в тупике находится определенное. Кроме того, характерна для этого такая вот ориентированность и установка на восприятие, концентрацию внимания на болевых ощущениях. И даже когда ослабевает боль, то дальше опять-таки ожидание того, что вновь она возвращается, вернется и усеется. Ну, конечно, естественно, болевое состояние всегда практически сопровождается в той или иной степени депрессивным переживаниям. Алицетимия, то есть вот это тоже очень важный феномен для этих пациентов, которые, вот, когда с ними общается терапевт, конечно, они говорят о боли, но никогда не говорят о таких эмоциональных состояниях, которые, собственно, нарушением которых им может быть это болевое расстройство. Ну, а также отмечаются у них и иммунологические нарушения, в этом коммоностресса, тоже как вот такой элемент их расстройство, родитель. Очень важно в процессе поиска, построения лечебной эстетерии важно уточнить разные моменты, особенности этого пациента. В частности, каково его отношение к боли, насколько преобладает вот такая концентрация на боли, переживания, какая концепция у него даже представления, внутренняя картина боли. Это тоже важно, вот этот аспект его отношения, когнитивного, эмоционального отношения. Важно также выявление, вот, мотивации психотерапии, готовности пациента в лечении использовать психотерапию и психофармакотерапию. Насколько пациент, как бы, готов к этому, потому что иногда встречаются немалые проблемы, конечно, в отношении использования психотерапии. Пациент, как бы, не понимает и не может принять и осознать, что ему необходима психотерапия для того, чтобы справиться с этой болезнью. И так же в отношении психотропных препаратов тоже он может ожидать, тоже занимать негативную позицию. Скорее ожидаю, ведя поиск каких-то аналитических препаратов, которые непосредственно, по его представлениям, должны повредить на боль. А снять боль, они не влияют на этих пациентов, мало влияют. Ну, и эмоциональное расстройство, тревога, страх, депрессия, раздражительность, это также, конечно, сопровождает это. И важно выявить степень выраженности, чтобы затем полную лекарственную терапию тоже выстраивать с учетом преобладания тех или иных эмоциональных нарушений. Конечно, выявление, важность жизненной ситуации, вот этой сложной, в этот период его начала, заболеваний и течения этого заболевания. Невротические конфликты, то есть вот эти внутренние противоречия, связанные с его поведением, его позициями в этой непростой жизненной ситуации. Особые способы психологической защиты, то есть вот это, то есть это когда он пытается, скорее вот эти разнообразные психологические моменты, трудные моменты, личностные моменты в своей жизни, куда-то отправить на задний план с помощью психологических механизмов, оттеснить их, и с тем, чтобы они не могли справиться к нему, вот с этим таким внутренним напряженным противоречивым состоянием. Ну и затем, конечно, важное выявление его социальных, личностных ресурсов, насколько здесь мы можем тоже полагаться на участие, активное участие пациента и его семьи вот в процессе лечения этого пациента. Да, немножко где-то, да. Сразу. Да. Еще. Так. Сейчас я... Вернемся. Ничего продвинуться надо. Не приближайся. Вот. Итак, значит, лечение этого расстройства самодоформного болевого расстройства, конечно, комплексный подход, естественно, потому что это невротический вариант, это невротическое потоление. Значит, психотерапия здесь должна присутствовать. Даже когда терапевт помогает этому пациенту, пытается его лечить, и в этом случае он тоже, конечно, использует психотерапевтический подход. Ну, на уровне, во всяком случае, вот такой поддерживающей терапии, рациональной психотерапии и контакта, через контакт, общение с этим пациентом, его поддержку, его сочувствие, понимание, и в то же время требование участия его в лечебном процессе. Вот это и как бы моменты, которые может использовать терапевт, без специальной какой-то подготовки в области психотерапии. Но, конечно, очень важно вот это предоставление пациенту информации, что это за, чем он болит, что это за болезнь, каковы механизмы, почему это происходит с ним, почему боли. Это очень важно, потому что для пациента любого с этим нарушением непонятно, почему это не связано с каким-то соматическим, физическим нарушением. Ему это непонятно, всегда непонятно. И поэтому необходимо, прежде всего, вот эту позицию изменить пациента, потому что дальнейшая психотерапия просто бесполезна. Если не изменить, не расшатать его вот эту жесткую такую, легидную позицию. Ну, и переоценка значимости боли, адаптация к ней тоже важная задача. Ну, конечно, для психотерапевта уже, не для терапевта, важно достижение осознания у пациентов, стоящих за этой болью, психологических основ этой боли, то есть скрытых, противоречивых, каких-то его личностных позиций в той жизни в этот период, которая сложилась у него. Вот эти подавленные эмоции, иногда это чувство агрессии, иногда чувство гимии, чтобы он мог тоже как бы признать в себе вот эти чувства, которые сопровождают его заболевания, его боль. Ну, обучение техникам релаксации, возможно самогипноза, которого он может тоже быстро освоить и использовать, повышение самооценки, самоконтроля, ну и вот коррекция его болевого поведения, не только с точки зрения тревожности и депрессии, но с точки зрения вторичной выгоды. То есть признать это непростая задача, признать пациенту это непростая задача для психотерапевта, чтобы он мог это увидеть у себя, признать и почувствовать, что это действует, работает механизм как будто бы вне его внимания, сознания, без его участия. И это тоже очень важно для того, чтобы снять вот эти сопротивления, снять эти некоторые механизмы хронизации этого болевого расстройства. Ну, интегративная психотерапия, конечно, при самотоформе расстройства действительно желателен такой интегративный подход. То есть использование разницы с учетом вот такого многокомпонентного, сложного состояния. Ведь даже в этой НКБ-10 это тоже это расстройство, самотоформное расстройство выделяется в разделе невротических расстройств. Ну, как отдельно. Невротические, самотоформные, как отдельное особое такое вот нарушение. и отсюда, конечно, вот эта многокомпонентность его, этого расстройства, требует психотерапии интегративного подхода. Но, конечно, идеально использованы лично-сториентированные реконструктивные психотерапии, то есть, чтобы пациент мог осознать лежащие в основе ее боли психологические и эмоциональные составляющие этого его расстройства. Как бы найти вот это что за этой болью, что боль это как бы последнее звено цепочки, которая начинается с противоречия внутри личности, которая сопровождается эмоциональностью агрессии, которая вызывает как бы его как реакция внутренняя на собственную агрессию, страх перед этой агрессией, и затем уже чувство вины, за которым уже идет само болевое ощущение. То есть, это такая цепочка эмоциональных конфликтов эмоциональных процессов и выходит на конечное звено на болевое ощущение. Вот важно, чтобы пациент мог осознать вот это построение этого механизма его боли, построение, а значит и работать с преодолением этого болевого состояния. Ну, самооценка низкая также это является важным мишенью для этой психотерапии. Ну, конечно, могут быть использованы и другие методы и техники, естественно, которые вызывают катарсис это, и тем самым в процессе катарсиса осознание вот этого противоречия существующего. Ну, и, кроме того, использование уже специальных психотерапевтических техник, которые позволяют уже работать с этим материалом катарсиса. И, таким образом, вот это скрытое сопротивление этот метод позволяет добиваться добиваться с помощью вот таких эмоциональных переживаний. Ну, конечно, когнитивно-поведенческая терапия тоже очень важно обучить пациента терпимости с такими более терпеливыми отношениями, терпеливыми отношениями болевого ощущения, адаптация к этой боли, принятие на какой-то момент периода этого болевого ощущения, ну и, конечно, обучению его в адекватном, более продуктивном поведении стресса в жизненных ситуациях. Коррекция ошибочных представлений о своих жизненных позициях, обучение и релаксация и поведение по отношению к Богу. Техники символ-драмы тоже очень интересны и важны и эффективны для этих пациентов, потому что позволяют тоже выходить на уровень непосредственного контакта с болевым ощущением и работы с этим болевым ощущением через воображение пациента, через образы боли, когда даже без использования каких-то даже непременных гипнотических техник или трансовых состояний, просто использование воображения образом боли и работа с этим образом боли позволяет параллельно снижать болевые ощущения и определять вот этот символический даже смысл его болевого состояния, болевого расстройства. Ну, также всегда использовалась и гипнотерапия в прошлом классическое, в настоящее время. Это современная гипнотерапия, использование таких трансовых техник, работы с болью или техники регрессии, когда движется трансово состояние пациент с этим болевым ощущением по своей жизни, к возможным источникам в прошлом развития киперочной боли. Конечно, и подход лекарственной терапии, комплексная терапия здесь важна. Очень непросто иногда бывает добиться каких-то результатов, игнорируя выраженные какие-то депрессивные состояния, тревожные состояния, расстройства сна и так далее, которые могут запруднять даже психотерапию или снижать мотивацию участия в психотерапии. Поэтому, конечно, на второй линии помощи этим пациентам могут быть медикаментоза терапии, в частности, антидепрессанты, те из антидепрессантов, которые обладают самостоятельным, небольшим, но все же анализирующим воздействием. То есть, кроме неизбежного воздействия на депрессию, которая сопровождает хроническую боль, еще есть самостоятельно анализирующие действия. Эти антидепрессанты как бы имеют лицензию на лечение прихронической болевой расстройства. В частности, классический антидепрессанты используются для этих целей невысоких дозах, чтобы не иметь каких-то побочных эффектов. Это и селективный дебитр обратного закона, серотонина, часто серотонин и параксетин тоже невысоких дозах. Мирдозапин тоже может быть использован, тоже имеется исследование и опыт применения него при хронической болевых болевых расстройствах. Кроме того, долоксетин, венолококсин тоже на сегодня это современное поколение антидепрессантов используется для лечения хронического болевого расстройства. Трозодон, третика, также используется при вот этом расстройстве. Ну вот здесь я остановился коротко на венолококсине, такой как бы неселективный дебитр обратного закона не только серотонина, но и норадреналина, и немного допамина. Он также обладает анальгизирующим эффектом, кроме воздействия на депрессивный компонент, поэтому рекомендуют его тоже использовать трихонический болезнь синдром. И достаточно безопасно, благоприятно переносится также неплохо препарат. Долоксетин сильный симбалта, тот тот препарат дебитр обратного захвата, двойного действия. Он такой серотонина и норадреналина, более широкие аспекты его действия. И он тоже лицензирован на лечение хронической болевой синдрома. Конечно, в этой лекарственной терапии тоже занимают важные места анксиолитики и малые нейролептики, учитывая вот этот комплекс расстройств, тревога, страх, расстройство сна, раздражительность, иногда агрессивность. Вот эти все симптомы тоже требуют соответствующей коррекции. И вот для этого могут использоваться анксиолитики, в частности, это сепазон, диазепам, феназепам и аторатус. Как пользовалось, эти препараты снижают вот эту повышенную тревожность, напряженность и, в том числе, мышечную напряженность, которая может быть связана с болевыми участками. Невролептики, такие, как на сегодня, Таралиджен и Теоприд используются. Ну, и иногда антиконолюсанты, в частности, вот, при Габали, он, как бы, с одной стороны, обладает вот таким невыраженным, но все же противотревожным эффектом и, конечно, анализирующий эффект, его тоже важен. Так, вот, феназепам, обстанавливаясь на нем, можно просто сказать, что я немножко... Ну, феназепам, известный препарат, широко используется в общей медицинской практике, в частности, в отношении данных пациентов. Ну, иногда могут сказать о том, что феназепам может вызывать привыкание и зависимость. Но за многие годы, вот, я ни разу не встречал ни одного пациента, который развил это привыкание и зависимость, если он проходит лечение и контролируется это лечение врачом. Только самолечение, только эти случаи я встречал, когда могла развиться вот эта зависимость. Так что, тем не менее, препарат вот снимает тревогу, мышечное напряжение, улучшает сон. То есть, многие такие состояния, которые могут при самолковом болевом расстройстве. Ну, дозировка, которая подбирается оптимально, начинается с минимальной какой-то дозировки. Может быть, это полмиллиграмма, четверть миллиграмма и выше, до одного, двух и даже трех миллиграммов. Подбирают на определенный курс, конечно. Это обычный месячный курс, не больше, для того, чтобы добиться вот нужных результатов. Что касается его клинических эффектов, то это вот, конечно, для него самое характерное, это только тревожный эффект, очень важно купировать вот эти тревожные состояния, которые сопровождают иногда выраженный даже этот болевой синдром. Кроме того, это снотворный эффект, тоже более часто, более часто поражается бессонница, нарушение сна. Ну и, кроме того, это мышечное напряжение, которое я говорил об этом. И ряд сонно-двигативных проявлений, которые сопровождают самим болевым ощущением, это расстройство. И преимущества применения. Преимущества применения состоят в том, что он быстро может снять вот это эмоциональное состояние, очень глубокое напряжение. Кроме того, он действует одновременно и как успокаивающийся, натворный, вегетативный, коротный, противосудорожный. Ну и можно подбирать, как я уже говорил, индивидуальную долу. Кроме того, он не входит в список тех транквилизаторов, на сегодня, по приказу соответствующего института здравоохранения, где требуется особенно жесткий учет и контроль за применением, использованием и вытиской этих препаратов. Вот феназепам не входит в этот список. Я, конечно, удивлен, почему он не входит. Потому что ряд других из этих препаратов-рехализаторов тоже могли быть не включены. Но они включены, а он нет. Поэтому как бы и терапевты нередко широко применяют этот препарат для лечения своих пациентов, в частности, вот этих пациентов с хроническим болевым синдромом, даже при соматическом генезе этой хронической боли. Далее. Ну, еще вот этот тоже нейролептик современный, Таралиджен, когда-то в прошлом Таралиджен назывался, французский препарат. Таралиджен, малый такой нейролептик, который вот имеет особый, ну что ли, препарат первого, может, даже выбора при соматофорных расстройствах, потому что кроме седативного, противотревожного эффекта или снотворного эффекта, у него очень хороший, вот такой, методотропный эффект на вегетативную нервную систему. Ну, а болевые синдромы, как правило, сопровождаются нередко выраженные вегетативные нарушения, а он, как бы, вот действует коррегирующе на возбуждение вот симпатической, парасимпатической вегетативной нервной системы. Поэтому он ценен. Видите, здесь универсальная схема приема с минимальной полтаблетки и не боли. Таким образом, как бы, вот это лечение болевого расстройства требует подхода с учетом того, что есть вот в частности два варианта – психогенный и идиопатический. Если при психогенном, конечно, преобладающей должна быть психотерапия, то при идиопатическом варианте этой боли возможно, даже лекарственная терапия может дать больший эффект и быстрее, чем вот психотерапия. Хотя и в этом случае, конечно, психотерапия также входит в комплекс лечения. Благодарю за внимание.